Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем заказе в компании Avon по 11 каталогу. Заказ был небольшой, так что надолго я вас не задержу, если, конечно, не заболтаюсь. Начать я хочу с набора из пяти средств. Мне этот набор показался интересным. В него входила пена для ванн с ароматом «Сочная манго». Пена от Avon хорошая, об этом все говорят. Многие их приобретают регулярно, ароматов много. И к тому же, как мне писали под одним из моих видео про Avon, эти пены могут также использоваться и как гель для душа, и как жидкое мыло для рук. Единственное, пены все-таки концентрированы. Не будут ли они сушить тело или руки, но это вы уже смотрите сами. Если хотите помыться пеной, я думаю, ничего страшного не случится. Объем у пены большой, пол-литра. Я, как жидкое мыло для рук, эти пены не использую только лишь потому, что запасов хватает. Жидкого мыла. А так можно было бы, конечно, попробовать. Следующее средство. Это гель для душа классика Avon. Цитрусовый заряд, сочный грейпфрут и мандарин. Яркий, приятный аромат. Действительно цитрусовый. Как по мне, это унисекс. Для мужчин и для женщин подойдет. Гели серии Сенсис хорошие. Достаточно густые, экономичные. Могут, конечно, кожу подсушивать, но все мы, опять же, разные. Что гель, что пена у меня пойдут на продажу. Мне запасы не позволяют покупать что-то себе из подобного рода средств. Далее. В состав набора входила вот такая маска с витаминным комплексом. Грейпфрут и маракуйя. Объем маски 125 мл. Она должна интенсивно увлажнять волосы, дарить им здоровый блеск. Содержит витамины В3, В5 и Е. Эту маску я себе не оставлю. Масок бальзамов у меня хватает. Я ее подарю. Единственное, осталось к ней подобрать какой-нибудь шампунь. Не забывайте, лето короткое, скоро Новый год. Я вот, например, уже начала к нему готовиться. Как это не ужасно. Четвертое средство в составе набора для меня, по большому счету, самое бестолковое. Это охлаждающий лосьон-спрей для ног, экзотический рай с экстрактом кокоса. Объем этого спрея 100 мл. Очень приятный аромат. Такой же, как у всей этой серии аромат пинаколады. Почему бестолковое? Потому что наше лето не позволяет пользоваться такими спреями. Максимум 2-3 жарких. На самом деле, жарких дня. И когда эти не наступают, я обязательно забываю о том, что у меня существуют в наличии такие спреи. У меня на самом деле банки 2 или 3 в запасах. Стоят тоже в наборе из 5 средств. Мне доставались. Но вообще, девочки, у кого лето жаркое, говорят, что да, действительно, это средство спасает, охлаждает и помогает пережить жару. Ну, может, когда-нибудь в Питере будет плюс 40. Тогда я все свои запасы этих спреев достану и использую. Последним средством в этом наборе была туалетная водичка Summer White, которая называется Paradis. Вот такая коробочка. Она была не зафольгирована. Ноты, которые здесь, это персик, экзотическая имбирная лилия и янтарь. Сейчас я коробочку открою. Симпатичное оформление, конечно. Вот так выглядит флакончик. Объем 50 миллилитров. Я не могу сказать, что мне как-то особо понравился этот аромат, но не понравился только лишь потому, что он очень нестойкий. На мне, по крайней мере, он держится, не знаю, минут, наверное, 20, максимум полчаса. Никаких явных нот спирта в начале я не ощущаю. Сразу идет что-то такое цветочно-фруктовое. Когда этот аромат начинает раскрываться, действительно появляется сладость персика. Мне эта туалетная водичка понравилась. Я буду ею пользоваться. Ну, как вы понимаете, как часто это бывает со мной, я такие нестойкие ароматы использую перед прогулкой с собаками. Да, такое, ну, хоть какое-то расходование туалетных водичек и парфюмерных, которые у меня в огромном количестве имеются. Каталог был распродажный, и там были неплохие цены на средства для умывания из серии Avon Care. Я решила приобрести себе вот такое средство. Это мягкое увлажнение, очищающее средство для лица с овсом и экстрактом ромашки. Ранее я его не пробовала, где-то, наверное, несколько месяцев назад оно было новинкой. Оно подходит для чувствительной кожи, имеет объем 200 мл. Очищающее средство содержит в себе частички овса. Надо же даже частички овса. Ну, вы понимаете, я не открывала, да, эта банка запаяна. И мне пока что не требуется это средство, пока постоит в запасах. Но частички овса, это я, конечно, удивлена. А также есть экстракт ромашки. Эффективно удаляет макияж, освежает и дарит коже ощущение мягкости. Менее сушит кожу, чем мыло. Я этим средством буду просто снимать макияж с лица. Надеюсь, эти частички не такие явные, не будут скрабировать кожу. Ну, а если и будут, ладно, пусть. А второе средство, которое я приобрела, да, я не сказала, эти средства стоили по 69 рублей. Это довольно-таки неплохая цена. А второе средство – это очищающий гель для лица, легкое увлажнение с экстрактами окурца и зеленого чая. Такое средство есть у меня в запасах, но пока что я его не использовала. Ну, как-то так получилось. То есть это средство уже не подходит для снятия макияжа, потому что на упаковке заявлено, что его нужно наносить утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица. Да, то есть макияж мы им не смываем. Да, также на шею еще можно. Этот гель эффективно удаляет загрязнение и уменьшает жирность кожи, придавая ощущение чистоты и свежести. Если мне вдруг не понравится, я отдам мужу. Он такие средства тоже любит использовать. Ну, а если уж я заговорила о муже, его я тоже не обидела. В этом каталоге приобрела для него гель для душа. По-моему, это новинка. Называется он «Заряд свежести с ароматом японского лимона и мускуса». Серия «Сенсус». Разумеется, это не просто гель, это еще и шампунь для волос. Ну, это для тех мужчин, которые используют гели и для мытья волос в том числе. Мой муж так не поступает. Давайте поговорим об аромате. Аромат приятный, мужской. Действительно, нотки цитрусовые здесь имеются, но они не такие, как вот в этом геле. Они приглушенные, более горькие. Действительно, что-то такое, может, даже древесное есть. Ну, аромат приятный, очень приятный. Я думаю, моему мужу понравится. Что касается второго средства, которое я заказала для мужа, это туалетная водичка. Которая называется, по-моему, «Один пульс» или что-то в этом духе. Да, два сердца, один пульс. Коробочка была запаяна в полиэтилен, так что на подарок спокойно можно приобретать. Ноты, которые здесь заявлены, это что? Это лимон, лаванда и кедр. Но, к сожалению, моему мужу эта водичка не очень понравилась. Честно говоря, она не впечатлила сильно и меня. Я ждала чего-то большего. Я ждала, наверное, чего-то более лавандового. Вот серьезно. На деле аромат этой туалетной водички для меня лично похож на запах какого-нибудь средства для бритья. Какого-нибудь крема, либо же пенки. Спирт чувствуется поначалу. Аромат, кстати, довольно яркий. Вот такой, муж сказал, немного навязчивый. Буквально один пшик, и этого достаточно. Я на него два раза нанесла эту водичку. И он чуть не задохнулся, бедный. Аромат такой противоречивый. Какой-то у мужа возникла ассоциация, что такой аромат больше подойдет военным. Вот не знаю, с чего он это взял. Но и я, и он, мы оба согласны, что в аромате нет какой-то изюминки. Эта водичка вышла в молодежной коллекции. Я просто не представляю, как мальчик-подросток или молодой человек пользуется этой водичкой. Мне кажется, она для мужчин постарше. Для таких, знаете, уже состоявшихся, каких-то таких очень крепко стоящих на ногах. Может быть, действительно, для военных. Ну, не для молодых, не для дерзких, не для таких, знаете, ярких индивидуальностей. Нет, ну, какой-то средний. Долго я рассказываю об аромате, но здесь больше, конечно, ассоциаций. Ну, а с другой стороны, как еще я могу о нем рассказать. Ну, все мы разные. Кому-то, конечно, он понравится. Может, кто-то и в 15 захочет таким пользоваться. Но мой муж, которому уже за 30, он как-то не остался в восторге. Продолжим. Последнее, что я хочу вам показать. Были у меня 2 мили. За что-то я их получила. Я уже не помню, за что. И я их потратила на вот такой наборчик. Стоил он 49 рублей. В набор входила пена для ванн в объеме 250 мл. Она такая... Честно говоря, я бы сказала, что она какая-то жидкая. Вот честно. Какая-то странная. Да, называется, кстати, этот набор «Безмятежность Прованса». Это пена с экстрактом лаванды и жасмина. Больше они ничего не пишут. А придает мягкости увлажнение. Ее нужно хорошенечко так встряхнуть. И растворить 3 колпачка средства под струей воды. То есть такой расход получается у нее небольшой. Вот я ее встряхнула. Она стала такая беленькая. Очень хорошо завернута крышка. Мне ее, честно говоря, так просто и не отвернуть. Я пробовала, потом думаю, а зачем я это делаю себе? Я эту пену все равно не оставлю. Я подарю ее своей свекрови. Не знаю, на Новый год, на 8 марта, на день рождения. Не знаю, когда, но подарю. Она пены любит. А я, еще раз повторюсь, принимаю душ. Мне пена без нужды. Что касается мыла, она тоже, разумеется, пойдет на подарок. Объем мыла 75 грамм. Красивое оформление. Ничего, слава богу, в коробке не помялось. И выглядит достаточно презентабельно. Мыло само находится в пакетике. Выглядит оно вот так. Посмотрите, какой он симпатичный, с какими-то вкраплениями. Наверное, будет скрабирующий эффект какой-то. Но, к сожалению, через упаковку никакого аромата я не ощущаю. Так было бы интересно узнать, какой здесь аромат. Мыло я тоже подарю свекрови, потому что в моем доме никто не пользуется твердым кусковым мылом. Только жидким. Она пользуется, она любит такие красивые вещи. Так что я думаю, ей понравится. В общем-то, вот и все. Такой действительно маленький заказик. Жаль, что промахнулась с водичкой. Но что поделаешь. Иногда и на старуху бывает проруха. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Возможно, полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока.